Вы снова сможете стать молодой и прекрасной. Молодой и прекрасной. Для этого вам нужно съесть маленькую девочку под нашим пиртом томатным соусом. Замечая рекламное объявление в газете, волшебница поддается соблазну и решает съесть девочку по имени Надья, дочь местного рыночного торговца. Новый спектакль в Мурманском театре «Кукол» – это театрализация сказки французского писателя Пьера Грибари «Колдунье с улицы Муфтар». Постановку доверили молодому режиссеру из Санкт-Петербурга Михаилу Попову. Это его первая работа на большой сцене. Вот у нас главный персонаж. Как видите, голова у нее ходит свободно. Она может совсем сунуться сюда. У нее глаза еще могут светиться. Сейчас мы вам этого не покажем. Такая свобода в движениях «Куклы» дает актерам театра возможность создать более зловещую и мистическую атмосферу на сцене. Играет колдунью Екатерина Ефремова. Не одна, а с помощником правой рукой. Нам надо быть рядом, быть на одной волне. Он должен понимать, чего хочет колдунья, потому что от меня исходит этот импульс. Это не всегда легко, знаете, подхватить и отвечать только за руку. И полностью раствориться в ведущем, да, куклы. Но у Темы это получается, и мне с ним работать легко. Другие персонажи – обычные планшетные куклы. Держась за специальные крючки, актеры управляют отдельно головой и телом персонажа. А ногами двигают, просунув пальцы в петельки. Несмотря на простоту конструкции, харизма есть у каждого героя. А у нее такие шикарные волосы, коса такая. Она тоже как-то в спектакле особенность. Она может вот так вот летать спокойненько. Ну и вот ее особая фишечка, так скажем, она уходит с сальто. Хува! Сюжет постановки в основном опирается на сказку, но режиссер решил немного отойти от классической трактовки и добавить свой смысл. Детские сказки – это обычно уроки, такие простые жизненные. Слушайся родителей, там, отвечай за свои поступки, ну и так далее. Вот. А здесь мы попытались, скажем так, затронуть проблему природы и как человек к природе относится. Что он, скажем так, иногда совершенно не замечает, как он на нее воздействует. А это важно. Всех деталей режиссер, естественно, раскрывать не стал. Перед премьерой все-таки должна сохраняться интрига. Первый показ спектакля «Колдунье с улицы Муфтар» пройдет в эту субботу.